Добро пожаловать во вторую часть. Давайте перейдем к выбору оффера. Переходим в онлайн игры. И здесь представлен целый список игр. Очень много, целых пять страниц, которые предлагают нам различные условия по оплате. Нас не интересует процент из продаж. Нас интересует просто регистрация, либо же активный игрок. Давайте упорядочим и посмотрим. Еще раз. Вот смотрите, есть игра Blood and Soul, современная Морпега. 400 рублей. Неплохо. Давайте посмотрим, что из себя она представляет. У нас раскрывается подробная страница по этому офферу. Что мы видим? Смотрите, регистрация в игре 35 рублей, 14.4 рубля. Вход 400, 76, 27 и пошли по убывающей. Почему такие разные цены? Здесь, здесь, здесь. Это разные партнерские программы. Вообще, AllCPA это такой один большой сайт, на котором собраны все партнерские программы Рунета. Партнерские программы это как раз та сеть, тот сайт, который будет нам выплачивать деньги. То есть не AllCPA.ru, да? Это чисто информационный портал, справка. А партнерская программа нам и будет в дальнейшем платить. Вот смотрите, если мы кликнем сейчас по 400 рублям, да? То есть нас перекинет на сайт ad1.ru. Это и есть партнерская программа, в которой этот оффер представлен. И в котором активный игрок будет нам оплачиваться как за 400 рублей. Что нам нужно будет сделать? Нам вообще надо будет просто зарегистрироваться в этой партнерской программе. Ну, я на самом деле уже зарегистрирован, вы можете пройти регистрацию достаточно быстро. То есть тут немного полей, я думаю, что все справятся, не будем терять на это время. Таких партнерок очень много. Давайте попробуем на 100 рублей кликнуть. Вот, у нас City Ads уже появилось. Так, давайте зайдем в AD1. С этой партнерской сетью я не очень работаю. Видите, у меня есть баланс достаточно маленький. Я зарегистрирован практически в каждой партнерке. Просто для чего это делаю? Чтобы мониторить условия. То есть в каждой партнерской программе условия, в принципе, по одному и тому же лиду могут существенно отличаться. Давайте посмотрим. Мы зайдем в программы. Онлайн игры. И будем смотреть по тому, что у нас здесь есть. Кстати говоря, есть такая особенность. Когда вот здесь на OCPF мы видим, к примеру, 400 рублей. Да, здесь 100 рублей. То есть офферы здесь могут не то что отличаться, они могут уже пройти. То есть на OCPF добавили оффер, да, но он уже открутился какое-то время, он закончил в партнерской программе работать, а здесь он, к сожалению, висит. Поэтому, когда вы будете выбирать оффер, обязательно прокликайте там по разным ссылкам, зарегистрируйтесь в партнерских программах. Как правило, это всего лишь 5-6 больших самых партнерских программ, в которых и представлены практически все игровые офферы. То есть они там очень перекликаются. Но единственное, что надо будет смотреть именно на условия по выплатам. Так, мы смотрим Blood and Soul, да. Как видите, его здесь нет. То есть он уже, видимо, закончился здесь. Но мы можем найти здесь более другие выгодные предложения по играм. А в частности, вот с которыми я работал. Да, я работал с Панзаром. Вот смотрите, эффективная регистрация 50 рублей. Активный игрок 200 рублей. Что из себя представляет эффективная регистрация? Это регистрация игрока на сайте плюс заход в игру. То есть он должен скачать клиент и зайти по своему логину в игру. И у нас будет эффективная регистрация, засчитанная нам на числе 50 рублей за это. То есть это с одного человека. Потом, если человек поиграет... Ну я-то знаю просто уже, что для достижения 5 уровня, да, это и будет как раз считаться активным игроком. То есть это нам будет начислено 200 рублей. То есть с одного человека мы, в принципе, можем за один вечер получить 250 рублей. А теперь посчитайте, если мы таких людей привлечем 10. То есть мы, получается, зарабатываем 2500 рублей только на одном офере с 10 человек. Поверьте, 10 человек привлечь за вечер на SEO спринте, это вообще не проблема. Серьезно. Это настолько просто и легко, что вы сами с ума сойдете после того, как вы начнете легко зарабатывать деньги. Это я вам показал по панзару, да. Я просто знаю, что активный игрок, он после 5 уровня засчитывается. Здесь есть другие оферы, которые не такие жирные, так скажем, да. Но если их тоже привлекать и подключать, то, в принципе, можно получать неплохие деньги. Вы смотрите. Карнаж 245 рублей, активный игрок. Я, честно говоря, не работал с этим офером, я не знаю, как оплачиваться, за что оплачиваться, за какие действия оплачиваться. Либо же, вот, Prime World, да, 117 рублей. Тоже активный игрок. Как тестировать такие оферы? В принципе, вы можете это сделать сами. Вы можете перейти на сайт, на сайт офера, зарегистрироваться, скачать игровой клиент и начать играть. При этом мониторить статистику внутри. То есть, вы заходите в партнерскую программу и по статистике смотрите, да, засчиталось у вас за что-то или нет. То есть, вы приблизительно знаете, какой у вас уровень в игре, сколько времени вы провели в игре. И как только вы увидите в статистике, что у вас есть зачет, то все. Вы смело записывайте, что вы сделали в игре, да, то есть, какое условие вы достигли в игре и получили за это деньги. Собственно, вот и все. Но вы еще можете сделать следующую вещь. Если вы не хотите сами играть, тратить время, там, регистрироваться, да, вы можете на SEO-спринте создать задание. Либо же пойти на freelance, на freelance.ru и там тоже разместить задание. Если вы еще не знали, это сайт, фл.ру. Вы заходите на него, размещаете задание, что надо поиграть в игру и посмотреть, создать в проектах. И в проектах вы пишете, что, к примеру, надо тестировать игру. Но вы зайдете вот сейчас в папку, если с моим курсом, то увидите шаблон по заданию на freelance.ru. Как надо размещать, чтобы получить хороших игроков и качественных исполнителей. Вот, они вам поиграют в игру и вы сами посмотрите в статистике, да, когда произошло зачисление. Вы просто человеку спросите, что ты делал конкретно. И он вам расскажет, вот уровень у меня такой-то, провел я во времени там в игре столько-то, да. И вы спокойно запишите и поймете, как потом составлять объявления на SEO-спринте, чтобы добиваться выполнения заданий и, соответственно, получать большую прибыль и деньги. Вот, эту часть я заканчиваю. В следующей части мы уже перейдем непосредственно к тому, как составлять объявления на SEO-спринте, чтобы они были очень качественными. И мы поменьше тратили время на проверку заданий и как вообще проверять задания, выполнение и ход заданий. И отсеивать некачественных исполнителей, и работать только с качественными исполнителями. Все, увидимся в следующей части.